Всем привет! Меня зовут Толт Най. Добро пожаловать на мой канал, где я рассказываю о своей жизни в Южной Корее. Я хотела начать сегодняшнее видео с очень доброй нотки, но не получится этого сделать, потому что я разочаровалась сегодня в корейцах. Расскажу вам свою историю. Позавчера я сидела в кофейне и оставила там свой кошелек. Я осознала это только на следующий день утром, и я думала, что, скорее всего, кошелька там уже не будет, потому что у нас в Казахстане его бы точно украли. И я пошла, тем не менее, в ту кофейню, чтобы на всякий случай проверить. Сказала официанту, что я вчера сидела в этой кофейне, оставила там кошелек, и он спросил, какого он света, как он выглядел. И, в общем, он казался таким супер дружелюбным. И потом он вытащил такой мой кошелек, открыл его и вытащил мое удостоверение личности, чтобы проверить, я это или не я. И все было так культурно, такой ответственный молодой человек и так далее. И я подумала, вот оно, типа, различие наших менталитетов. У нас в Казахстане бы точно украли, и вообще, там, не знаю, наверное, мне бы нагрубили, типа, девушка, мы не несём за это ответственность. А здесь сразу вернули кошелек, ещё и проверили личность. Поэтому я подумала, что корейцы такой добрый, честный народ. Но сегодня утром, когда я пошла менять деньги, я открыла кошелек, и у меня там должно было лежать 300 долларов. Они были вот так вот, 300 долларов, и ещё где-то 8 или 9 долларов по 1-долларовой купюре. Они, короче, были обёрнуты, типа, в резинку денег. И вчера, когда я вот так открыла кошелек, посмотрела, всё на месте или нет, мне показалось, что всё на месте, потому что, ну, деньги были. Я просто не проверила количество денег. Тупая. И оказывается, что мне оставили всего эти 8-9 долларов и 100-долларовую купюру, и всё. То есть 200 долларов просто кто-то забрал. И тогда я подумала, что... Какого чёрта? Тут так некрасиво было то, что они взяли из... Они такие открыли резинку, развернули эту пачку, взяли оттуда только 200 долларов и обратно завернули. Типа, чтобы... Типа, что человек, который придёт, не заметит, что у него забрали 200 долларов. Это... Что за это? Это было так нечеловечно, потому что я реально думала, что, типа, да, вот, типа, вот оно различие менталитетов. А здесь, по-моему, даже сделали хуже... Ну, нет, я бы не сказала, что сделали хуже, просто это так подло. И я не хочу показаться каким-то ужасным человеком, но мне кажется, что это даже сделал тот официант, который отдал мне кошелёк. Потому что, когда мы у него спросили про кошелёк, он очень-очень долго копошился внизу в каком-то ящичке, как будто бы у них каждый день оставляют по 10 кошельков. И просто после этого я не знаю, как доверять людям, потому что я думала, что Корея... Ну, в смысле, я всё ещё думаю, что Корея безопасная страна, потому что она гораздо безопаснее, чем, ну, не знаю, чем остальные страны, чем многие другие страны. Но как-то этот случай немножко пошатнул мою веру. Также недавно был ещё один случай, когда я оставила свой зонтик, обычный чёрный зонтик. Я оставила его на первом этаже и пошла на пару. Потом я вспомнила, что я его оставила после пары, прошло всего полтора часа, я спустилась вниз. А зонтика нету? Кто мог? Как раз чёрный обычный зонтик. Что за фигня? Возможно, его могли взять по ошибке, но я не думаю, что такое может быть. В смысле, есть, конечно, вероятность, но она очень маленькая. В чём же суть этого видео? Хотела я вам этим видео сказать, что мы немножко идеализируем Корею, потому что, как вы все знаете, я кей-поппер, дарамщик. И поэтому мне всегда казалось, что Корея – это такая замечательная страна для жизни и так далее, и так далее. И то, что люди здесь все такие добрые. Ну, мне всегда это казалось, типа по дарамам, по клипам корейским. Всегда мне казалось, что корейцы такие милые, добрые, такие все симпатичные. И сейчас, когда я сюда приехала, у меня, конечно, всё ещё были такие же мысли, но они немножко изменились. Потому что, если раньше я тоже думала, что, скорее всего, в Корее, примерно, примерно так же, как в Дарамах, то сейчас я точно вам могу сказать, что это два совершенно разных мира. И поэтому, когда люди у меня спрашивают, типа, вот, Най, а в Корее реально всё так же, как в Дарамах? Меня это уже возмущает, потому что я просто хочу открыть вам глаза, чтобы вы не были в таком же заблуждении, как и я была когда-то. Потому что в Корее всё так же, как и везде. Везде есть хорошие люди, плохие люди. Черчур идеализировать страну, это как-то глупо, я считаю. И я рада, что эти случаи, которые происходили со мной в Корее, изменили моё мировоззрение, изменили то, как я смотрю на Корею. И поэтому в этом видео я бы хотела поделиться с вами тем, что я думала о Корее и то, что происходит на самом деле. Но это не значит, что я говорю, что Корея плохая страна, я всё так же её люблю, мне нравится здесь жить. И я считаю, что она во многом лучше, чем другие страны, именно для жизни. Поэтому не набрасывайте на меня в комментариях. В общем, первое, о чём я хотела бы с вами поговорить, это то, что в Корее все красивые. Как вы увидели из моего предыдущего видео, одного из предыдущих видео, где я брала интервью корейца, как он сказал, что в Корее все очень помешаны на красоте. И я думаю, что вы это знаете, потому что здесь очень завышенные стандарты красоты, из-за айдолов, из-за актёров. И многие идут на пластические операции, чтобы сделать себя красивее. И поэтому я бы не сказала, что в Корее все красивые. Конечно, есть очень много симпатичных людей, но это так же, как и в остальных других странах. У нас в Казахстане, мне кажется, такое же количество симпатичных людей. Просто отличие людей в Корее и людей где-нибудь в другом месте, это то, что они чересчур помешаны на своём внешнем виде. Особенно парни, потому что если девушки во всех странах, можно сказать, помешаны на своём внешнем виде, они ухаживают за собой, стараются следить за фигурой, всегда расчесаны, причесаны, всегда накрашены и ухаживают за своей кожей, то здесь этим занимаются не только кореянки, но и корейцы. Но это не значит, что они какие-нибудь люди нетрадиционной ориентации, или что они какие-нибудь странные. Просто люди умеют ухаживать за собой, и я считаю, что это хорошо. Поэтому я не думаю, что корейцы, что в Корее все прямо красивые, они просто умеют ухаживать за собой. В этом вся главная суть. Возможно, в последнее время из-за популярности пластических операций количество красивых людей здесь немного больше, чем в других странах, но это реально из-за того, что они просто помешаны на своём внешнем виде. Второе, это то, что корейцы все такие милые, невинные, такие стеснительные. Возможно, в какой-то мере это правда, но нет. Конечно, они стесняются, когда первый раз кто победится, но, во-первых, я не могу судить с точки зрения корейцев, я могу судить только с точки зрения иностранцев. Конечно, когда человек знакомится с иностранцем, он будет чувствовать себя более неловко, чем когда он будет знакомиться с человеком своей национальности. Поэтому я считаю, что когда они знакомятся со мной, они чувствуют себя более стеснительными, более неуверенными и им более неловко, чем ежели они познакомились бы с кореанкой. Возможно, на первый взгляд может показаться, что всё-таки есть то, что они такие же, как в Тарамах, такие милые, стеснительные, неловкие, все такие типа тихие, невинные, но это не так. Если вы выйдете на Хонде, допустим, ночью, то вы увидите практически настоящий облик всех корейцев. Они такие же, как и другие парни, которые такие дофига голодные, типа любят поговорить о футболе и просто там пообсуждать девушек или могут спокойно подойти к тебе и сказать типа «Чё, выпьем по бутылочке сучу» или что-нибудь такое. Поэтому не думайте, что они такие, как в сериалах, такие все невинные, неловкие. Конечно, есть некоторые люди такие же, но, как я уже и говорила, во всех странах, во всех народах мира, везде есть такие люди. Поэтому это не зависит от того, кореец он или нет. Просто вот реально в моем случае, мне кажется, что им более неловко со мной знакомиться, потому что им приходится говорить на английском. А у них такой есть барьер разговора на английском языке. Они думают, что они скажут что-то неправильно, что я их не пойму, что у них плохой акцент, но на самом деле мне, честное слово, наплевать на их акцент. Мне главное, чтобы я их поняла, и я всегда их понимаю. Так что всё нормально. И последнее, опять-таки то, с чего я начала это видео, это то, что я думала, что Корея очень безопасная страна, но в последнее время я читаю всякие новости, и очень много новостей о всяких маньяках, убийцах или каких-нибудь убийств, воров и так далее. Также то, что у меня украли зонтик, кому нужен зонтик, и те самые 200 долларов. Карма его накажет. Но просто реально, раньше я через-чур идеализировала, я думала, что всё, Корея такая настолько безопасная страна, что я просто могу открыть, ой, что я просто могу ходить с открытой сумкой, и никто у меня ничего не возьмет. Но нет, теперь я проснулась, наконец-таки. И скажу вам, что, возможно, Корея намного безопаснее, чем остальные страны. Я согласна с этим, потому что реально уровень безопасности здесь очень высокий. Потому что, как я вам уже и говорила, я могу, допустим, в столовке оставить сумку, сходить за едой, вернуться, и ничего никто не заберёт. Но, тем не менее, всё равно, конечно, некий уровень преступности есть и существует. Если раньше я думала, что вообще преступности просто нету, что Корея такая идеальная страна, то сейчас я уже знаю, что и здесь есть воровство, и здесь есть убийство, и здесь есть насилие. Так что, да, это вещи, в которых я ошибалась. Я чуть-чуть идеализировала Корею, и думала, что всё так прекрасно, всё так хорошо. Но не всё так круто, как кажется на самом деле. Так что, надеюсь, что это видео вам немножко помогло. Надеюсь, что я вам немного открыла глаза на Корею, открыла правду. И оставайтесь всегда добрыми людьми, с хорошими намерениями. Я верю в карму, и я думаю, что если делать добрые дела, то добрые дела будут возвращаться к тебе. А если делать плохие, то и плохие бумерангом к тебе вернутся. Так что, реально, люди, будьте добрее, делайте добрые дела. И всегда развивайтесь, не останавливайтесь на том, что вы сейчас достигли. Вы всегда сможете сделать ещё больше, чем вы сделали сейчас. И я знаю, что многие из вас хотят поступить в Корею, и как раз вот на осенний семестр уже скоро начнётся подача документов. Так что, желаю вам всем удачи, надеюсь, что у вас всех получится это сделать. И надеюсь, что вы все исполните свою мечту, поступите в Корею, увидите своих оп и онни. Но, тем не менее, надеюсь, что я вам открыла глаза, и вы больше не будете через-чуть идеализировать Корею. Потому что, как я вам уже и говорила, все страны одинаковые, везде есть как добро и зло. Хорошие люди, плохие люди, красивые люди, менее красивые люди. И поэтому не стоит так идеализировать Корею. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok